Серьезные перемены предстоят Отечественному театру. В наступившем году должны быть подготовлены необходимые законодательные изменения, которые позволят уже в 2013 начать переход на контрактную систему в государственных театрах. Театральных руководителей будут приглашать на 3 или 5 лет. При этом каждого обяжут представить профессиональному сообществу свою художественную программу. По истечению срока контракт либо будет продлен, если опыт признают успешным, либо будет расторгнут. Актеры будут также обязаны доказывать творческую необходимость. Сегодня театральное сообщество разделилось на два лагеря. Одни за систему контрактов, другие считают ее оружием в борьбе с неугодными и угрозой традиционной системе репертуарного российского театра. Накануне Союз театральных деятелей России пригласил все заинтересованные стороны высказать свое мнение, чтобы попытаться найти разумный компромисс. У нас есть большие репертуарные театры, где большие трупы, где фактически бюджетное финансирование на один билет составляет 8 тысяч рублей на каждый. Мы посчитали. Понимаете, да, логику? То есть, когда зритель покупает билет, 8 тысяч рублей еще на этот билет мы доплачиваем. В федеральном бюджете на все театры России заложено 8 миллиардов рублей, а у нас 11 миллиардов рублей только на наши. И вопрос в том, что Москва все-таки столица, на самом деле, наверное, и культурной жизни, и театральной. И здесь любые наши ошибки могут отразиться и размножиться по всей России. Мы же с вами это знаем, что если мы ошибемся с какой-то политикой театр, то начнут подорожать и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Поэтому здесь важно это нам вместе обсуждать.